В начале XIII века Чингисхан объединил монгольские племена в единое государство. Став великим ханом, Чингисхан пытался покорить государство тангутов на границе Великой Степи. Преодолев Великую Китайскую Стену, орды монголов вторглись в империю Цзинь. Главные силы монгольского войска атаковали восток страны, а войска сыновей Чингисхана разорили долину реки Хуанхэ. На родину монголы вернулись с огромной добычей. Чингисхан энергично стремился установить контроль над степными народами, которые были основным источником комплектования монгольского войска. Преследуя непокорные племена, монголы все дальше и дальше проникали на запад. Следующей жертвой Чингисхана стало государство Хорезмшахов в Средней Азии. Часть монголов во главе с сыном Чингиза Джучи была отправлена вниз по реке Сейхун, другая — вверх, к Ходженту, а главные силы устремились в центр страны, к Бухаре. Хорезмшах Мухаммед бежал на запад. Его преследовали два тумена монголов во главе с Субэдеем и Джучи. Опустошая все на своем пути, они проникли на Северный Кавказ. Разорив аланские селения, Субедей и Джебе вторглись в Половецкие степи. Половецкий хан Катян обратился за помощью к русским князьям. Объединенное русско-половецкое войско было разбито монголами на реке Калки. Набег на Волжскую Булгарию был для Субедея и Джебе неудачным. И они повернули на восток, в Среднюю Азию. Последним походом Чингисхана стало завоевание Тангутского государства. Наследник Чингисхана, великий хан Угедей, завершил завоевание Северного Китая. Заручившись поддержкой правителей Южного Китая из династии Сун, монголы осадили Кайфын, новую столицу империи Дзинь. Через три года упорной борьбы сопротивление было сломлено, и государство Дзинь перестало существовать. Новый большой поход на запад предпринял внук Чингисхана Батый. Зимой 1237 года большое монгольское войско под командованием Бату и Субедея обрушились на города северо-восточной Руси. Они захватили, разграбили и сожгли Рязань, Владимир и множество других городов. Весной следующего года, немного не дойдя до Новгорода, монголы повернули назад в степь. Два года спустя Бату переправился через Днепр, сжег Киев, разорил города Галецко-Волынского княжества. Затем часть монгольских войск направилась в Польшу и, опустошив ее, проникла в Моравию. Основная часть монголов во главе с Бату, преодолев Карпаты, вышла на равнины Венгрии, и монголы достигли берегов Адриатики. В Передней Азии после покорения Персии монголы овладели Багдадом, разгромили ряд арабских и сельджукских государств. Покорением Южного Китая в конце XIII века эпоха монгольских завоеваний в основном закончилась. Новый великий хан Хубилай пытался продолжить свои завоевания, но попытки подчинить Вьетнам, Индонезию и Японию завершились неудачей. Огромная монгольская держава была одним из самых крупных государственных образований в истории человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok